А далее, что написано пером. Чёрная метка. Я так и думал. Хватит болтать! Переверни чёрную метку и посмотри, что на ней написано! О, какой красивый почерк! Большое что-то написано. Низ... Ты что, не мог разборчивее написать, что ли? Слушай, я уже отвык от руки писать всё на клавиатуре, да на телефоне, не думал, что понадобится. Ну, я не знаю, о важности уметь красиво писать расскажем совсем скоро. Пошли ещё одну перепишем метку, у меня не хватает. Опять от руки учимся писать, давай. Всем доброе утро! Здравствуйте! 10 ноября уже на календаре, совсем немного остаётся до Нового года, всего каких-то полтора месяца практически. Да-да, он уже близко. Пора писать письмо Деду Морозу, напоминает его личная почтовая служба. Как это сделать? Да, как всегда, искренне и от души. Дед Мороз читает абсолютно все послания, особенно любит нестандартные. Например, самое длинное бумажное письмо он получил из Челябинска длиной 112,5 метров, а самую тяжёлую открытку весом 30 килограммов из Петербурга. Ну, отправить можно и электронное письмо, для этого надо заполнить форму на сайте. Но всё-таки Дед Мороз больше любит бумажные письма, написанные от руки. Только пишите аккуратно и разборчиво, чтобы дедушка зрение не портил, пока читает. Сейчас многие почти разучились писать от руки, дети и взрослые. Зачем всё это делать, если можно напечатать? Но что при этом теряет человек, расскажет Илья Давыдов, а теряет многое. Урок закончен, дети разошлись, а учительница всё сидит с тетрадками. Третий класс, но почерк порой не разберёшь. Впрочем, к авторам «Каракулей» Екатерина Александровна снисходительна. Мой почерк был ужасен. А на сегодняшний день я учу писать детей, и я умею писать каллиграфически. Речь не о каллиграфии, а о письме, как способе передачи информации. Раньше были только перо и бумага, теперь масса иных вариантов. Каких только ручек нет. Ещё недавно это был главный инструмент школьника, студента, инженера и, конечно, журналиста. Сегодня всё больше набирают на клавиатуре или вот с помощью голосового ввода. Кстати, записывает слово в слово. Многие из тех, с кем удалось поговорить, признались, что почти перестали писать от руки. Оно по жизни не нужно. Вот ни заполнение в МФЦ документов. Уже не пишешь ничего, никакие заявления. Они тебе бланк дают, ты его проверяешь, расписываешься. Но, как ни странно, в магазинах на ручке стабильный спрос. В России их продают 350 миллионов штук. По две-три в год на человека. Очень большое предложение, очень большой вариант того, что ты можешь выбрать. И дорогое, и дешёвое. И вот 20 лет назад конкуренция для нас на рынке была намного ниже, чем сейчас. Писать стали меньше, а продавать больше. Противоречия здесь нет. Просто ручки теперь одноразовые, эпистолярный жанр выродился в наброске черновики, а почерк перестал быть визитной карточкой человека. А можно мы ваш почерк проверим? Конечно. Надо написать слово «каллиграфия». В одном слове у девушки две ошибки, а почерк аккуратным не назовёшь. У её друга с каллиграфией ещё хуже. А как переводится это слово? Я думаю, что... Красивое письмо. Красивое, да. Красивое? Нет. В ответ на просьбу продемонстрировать красивое письмо, одни стеснялись, другие были самокритичны. Мне кажется, он больше похож на почерк медицинских работников становится. Елена готова с этим поспорить. Студентка медицинского вуза достаёт тетрадь с лекциями. Буквы как на подбор. Рисунки выполнены цветными карандашами. Гораздо легче же их распечатать. Назаду говорят, перерисовывайте просто как можете. Вот какие-то рисунки. Мне кажется, даже рисовать нам лучше стало. Кто-то скажет, профессора отстали от жизни. Вовсе нет. Научные исследования доказывают, что мелкая моторика важна в любом возрасте. Собраны в кончиках пальцев все ответвления нервов, каждый из которых имеет представление в коре головного мозга. Зона какая-то. Чем оно больше развито, тем больше объём знаний, которые могут поместиться в наш мозг. Но количество букв, написанных от руки, уменьшается год от года. Поделать с этим ничего нельзя. Разве что стимулировать мозг какими-то иными способами, помогая ему справляться с задачами, которые становятся всё сложнее. Давайте продолжим тему. На связи с нашей студией доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы, Института морфологии человека РАН Сергей Савельев. Сергей Вячеславович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Ну вот как эксперты говорят, когда человек учился писать, он эволюционировал правильно. Он память развивал, дальше учился выстраивать внутреннюю логику своей речи, то есть говорить связно, красиво. Затем пытался быстро переключаться с одной задачи на другую и так далее. Что же сейчас может заменить такой, казалось бы, незаменимый способ развития? Действительно, человек эволюционировал от письма очень сильно. Дело в том, что когда мы читаем, и тем более пишем, у нас подключается не просто узнавание буквочек, мы еще подключаем двигательно-моторную координацию, то есть, водя рукой по бумаге, мы достигаем невероятной точности движений, и одновременно в голове происходит выстраивание последовательности букв, слогов и слов. Это архиважное событие. Это единственный способ интеграции человеческого сознания, принудительного, на конкретном тексте. И тогда, получается, от этого отказываться ни в коем случае нельзя. А ведь постепенно все-таки детки хорошо, там до пятого класса еще пишут, и рукописи это, в общем-то, один из основных уроков, там, да, первые три года. А дальше все-таки уже появляются компьютеры, или дистанционно дети учатся, и тоже вроде нет смысла писать. Как же тогда сохранить вот эту рукопись? С моей точки зрения это должен быть обязательный предмет, и в младших классах принудительный. Это единственный уникальный способ, так сказать, не имитировать интеллектуальную деятельность, а действительно проникать в суть текста. Ну а если каллиграфии не будет обязательной, возможно ли ее заменить чем-нибудь рисованием, будь то танцы, гимнастика, и получается, что, если так, то ребенка нужно будет вводить в какие-то дополнительные кружки? У нас нет ни одной другой деятельности, которая бы совмещала в себе зрение, двигательно-моторную координацию и работу ассоциативных центров мозга, потому что в тексте должен быть результат осмысленный. Вот этому детей с помощью танцев или поднятия тяжести научить нельзя. А то, что происходит, это на самом деле упрощение, сознание снижения интеллектуального ценза у детей и на самом деле ограничение, потому что в конце концов ребенок за это будет расплачиваться. А каким образом он будет расплачиваться? Вот родителям бы сказать. Очень простым. Человек, который не владеет способностью выстраивать последовательные мысли, и это не закреплено во многих центрах мозга, он обычно оказывается, ну, скажем так, довольно ограниченным, что позволяет им удобнее управлять. То есть это очень опасная тенденция. В одной статье приводился пример, что вот Пушкин, он писал свои произведения пером, Булгаков уже пользовался машинкой печатной, а тот же, например, Гарсия Маркес, когда писал «Сто лет одиночества», он уже делал это на компьютере, и вроде как они не были менее талантливы, да, каждый в свою эпоху. У кого какой инструмент был, тот этим инструментом и пользовался. Нельзя распространять опыт индивидуальных отдельных гений на всё человечество, потому что гении всегда будут во все времена. Но наша задача, чтобы было кому их считать, а этого может не произойти, если мы не будем, соответственно, развивать мод детей. Ох, какие важные вещи вы сказали. Спасибо вам большое. На связи с нашей студией был доктор биологических наук, профессор, заведующий лабораторией развития нервной системы Института морфологии «Человека РАН» Сергей Савельев. Хорошего вам дня. Спасибо большое. И здоровья. Спасибо.